Ребята, привет! Я сейчас со Стасом и с Алексеем, и, собственно говоря, ребята создали небезызвестное приложение Rocket, доставка еды, и попали в топ-30 стартапов по версии Forms. Ребята, вот такой сходу вопрос, как это удалось, то есть попасть в тридцатку, это очень многого стоит. Да, ну прямой такой цели попасть у нас на самом деле не было, мы просто старались строить проект, который будет решать огромное количество проблем для наших клиентов, и активно его масштабировали во все города в Украине, подключали партнеров, подписывали стратегические контракты и работали над качеством бизнес-процессов, чтобы клиент мог получить быструю свою доставку, и в рамках нашего OCR мы поставили себе цель на первый год запуститься в 10 странах. И вот благодаря тому, что мы активно масштабировались, возможно, это послужило тому, что на нас обратил Forbes, но повторю такую мысль, что мы больше одержимы тем, что собираем вокруг нас команду, которая строит и развивает наш проект. 10 стран. Сколько сейчас? Сейчас есть 5 стран. 5 стран, то есть вы до конца года еще должны захватить? Да, да, работаем. Сейчас мы работаем Украина, Греция, Кипр, Нидерланды, Франция. Какая самая от обратного, самая, где вы еще не прибыльные, возможно, страны? Ну, мы работаем над юнит-экономикой во всех странах на самом деле, да, то есть в фудтех. И сейчас в фудтех-проектах во всем мире нет основной задачи становиться прибыльным. Бизнес-модель маркетплейсов, она сходится, юнит-экономика сходится на больших объемах, поэтому, в принципе, сейчас все компании, они сфокусированы только на увеличении своей доли рынка. А как, в принципе, ваша сама модель, она схожа с тем же Uber, когда какое-то время вы понимаете, что вы долгое время не зарабатываете, но за счет того, что захватываете рынок, вы растете. Как вы прогнозируете вот это? Фудтех – это в целом пример капитализационного бизнеса. Вы вспомнили про Uber. Uber глубоко может быть убыточен, но у него капитализация многомиллиардная. Любой фудтех, он тоже стремится иметь более высокую оценку в капитализации для того, чтобы делать более обширную экспансию. Чем больше у тебя планов экспансироваться, тем это тебе будет дороже, и чем это больше будет тебе бить по кроману, но в то же время твоя капитализация будет расти. Наши ребята, у нас аудитория, многие стартаперы, которые тоже только начинают какие-то шаги, что-то только делают. И в любом проекте самое сложное начало. Ты говорил, что первые три года вы вообще, в принципе, особо были безуспешны, очень много делали, мало получалось. Интересно, как вы, во-первых, прошли этот период? Почему? Где эта грань, что вы типа «тай, блин, хрен его не получится, давайте что-то новое пробовать». Хороший вопрос, я на него отвечу. Мы с Алексеем тоже себе задавали такой вопрос. Блин, мы так много стараемся, делаем какие-то действия, у нас постоянно не получается. И мы себя успокаивали тем, что самое ценное – это тот путь, который мы сейчас проходим. И наша совесть будет чиста, что мы постоянно делали какие-то усилия и так далее. И так шаг за шагом, усилие за усилиями, получали какой-то бесценный опыт, который потом нам пригождался в каких-то следующих проектах. В тот момент, когда у нас была какая-то гипернеудача, мы думали, блин, ну это же просто чертовски фигово, что это случилось. Потом в будущем именно эта неудача, она так или иначе положительно повлияла на какой-то другой исход. Да, но я хочу еще добавить, что супер важно любить то, что ты делаешь, и тебе должно нравиться то, чем ты занимаешься. Только так можно выдержать и пройти какой-то, я не знаю, это может быть на самом деле путь недели или месяц, или 5 лет у кого-то, выдержать то, что там какие-то череда ошибок, не получается и так далее, и так далее. Вот сегодня тоже приводили пример за счет верить, но эта вера, она должна рождаться из того, что ты просто фанат того, что ты... И если ты делаешь это там на отвали, да, там, а вдруг получится, не получится, ну можно, наверное, даже не начинать, потому что, скорее всего, не получится, да, но если у тебя есть прям там фокус, вера, и ты вкладываешь всю свою энергию, все свое время в это направление, остается только вопрос времени, пока результаты появятся. Когда вот этот момент ключевой, да, когда вы вот как бы поняли, что да, вот, получилось? Мы сейчас еще до сих пор не поняли, что у нас что-то получилось, мы в процессе отпускания уже много количества ошибок, и то масштабирование, которое есть, оно глубоко не идеально, и есть еще много точек, в которых мы можем расти, и наша команда, поэтому мне кажется, что когда человек уже считает, что он достиг какого-то уровня в развитии, то это уже идет стагнация, у нас только новый уровень, но и новая компания первого дня. Компания первого дня, и стараемся специальность доносить всем нашим коллегам. Вот еще такой вопрос, до того, как вы сделали вот ребрендинг, да, с Ракеты на Рокет, весь тот маркетинг, который был, это был как бы in-house, или вы сами делали, или обращались, вот как это происходило? Маркетинг, команда маркетинга у нас на 99% это in-house ребята, вот мы твердо убеждены и убеждены в том, что классные продукты можно строить только, когда у тебя команда вовлечена и сфокусирована только на твоем проекте, да, потому что история аутсорса, она, возможно, легче, потому что ты там быстро, условно быстро можешь подключать те или иные агентства, там, команды, компании и так далее, но какая оборотная сторона, какой большой минус этого, что эти люди сегодня работают с тобой, завтра с кем-то другим, послезавтра с кем-то третьим, и они не будут за тебя переживать, не будут болеть за тебя и принимать там наилучшие решения, какие только возможно. Вот есть заинтересованность, то есть когда процентная, действительно, когда это фикс, никакая команда не заинтересовала. Возможно, но это тоже может быть фикс, это может быть фикс, но это будут, скажем так, заинтересованность любой ценой прийти к какому-то результату, да, это может быть не кост эффектив, да, либо это может в будущем, там, через, не знаю, в долгосрочной перспективе принести какой-то, наоборот, ущерб, да, бренду, поэтому здесь важно соблюдать вот эту тонкую грань. Спасибо. Такой еще вопрос, вот ты говорил, что основная, основной у вас сейчас фокус, да, как бы, это вот модель маркетплейса, то есть, вот, может, чуть подробнее, то есть, в чем тут, то есть, основная здесь фишка, и как вы это планируете дальше развивать? Это как наша карьера с Алексеем началась с компанией Groupon, и Groupon перевернул наше сознание о том, что такое маркетплейс. Маркетплейс – это одна единая какая-то платформа, это может быть сайт или мобильное приложение, которое решает огромное количество задач, и мы тогда вот и сейчас понимаем то, что если у тебя есть одно единое касание, куда заходит клиент, и оно решает все его проблемы, это доставка продуктов, доставка из Макдональдса, тогда в этом и есть сила, и нужно добавлять много новых каких-то модулей для того, чтобы его прокачивать, и таким образом там когорты с одного направления в другое могут переливаться и усиливать друг друга. То есть, по сути, единое место, где можешь решить... Да, где уже те клиенты, тот трафик, да, который у тебя есть, ты можешь его перенаправлять в те или иные проекты, да, которые появились внутренние, но они должны быть комплементарны, да, то есть мы в первую очередь думаем о том, чтобы те новые там бизнесы, которые мы включаем, подключаем и расширяем, они были синергичны тому, что у нас уже есть, и это было интересно клиентам, да, то есть если человек заказывает еду из ресторанов, скорее всего, ему может быть интересно заказать еще и продукты из супермаркетов, а возможно, еще и медикаменты, да, из аптек, а может еще и цветы или подарки, или корм для собак. Тестируйте постоянно что-то новое. А вот если взять из первой истоки, как вот, почему вот, я, возможно, это прослушал, как вы приключились именно на сервис доставки, чья это была идея? Ну, идея заключалась в том, что мы до этого уже развивали маркетплейсы, и видели то, что они не взлетают, они буксуют и бустят, и то, что мы действительно решили заказать пиццу, и доставляли там 6 часов, мы увидели, что на рынке не было еще игрока, и мы понимали, что это действительно будет востребовано. Люди кушают 3 раза в день, проводились даже маркетинговые исследования, что месяц человек там думает 20 раз о каких-то брендах, которые связаны с едой. И так, шаг за шагом мы решили переключать нашу модель. Я вот таким методом, в принципе, не предлагал, но как раз тоже 4 или 5 лет назад я был в Китае, и я просто офигел от того, что там вот, как сейчас, можно увидеть курьеров, да, Рокет, там их просто тьма. Я понимаю, что у нас это перейдет. И там рынок тоже растет на самом деле. Я вот не знаю, куда вот там растет, там просто как будто это город курьеров. Класс. И такой финальный вопрос, какое будущее у компании? То есть там через, куда вы финально идете, что это? На текущий момент горизонт нашего планирования составляет несколько лет, и мы идем в сторону Super App, то есть это единое приложение, это экосистема, где клиенты смогут заказать все, что угодно, да. Плюс к этому мы планируем открывать и запускать Dark Store и впоследствии в будущем Fulfillment центры, а Fulfillment центры это уже, в принципе, все товары могут туда стекаться, да, и клиент просто нажал там условно кнопку Rocket Click получит доставку за 15 минут. То есть единый сайт, который по сути удобный. Да, и сайт масштабировать на все страны, где мы есть, потому что там проанализировал тот рынок, мы видим то, что там уже много есть сформировавшихся футех игроков, и у них есть большой Legacy Code, и они не могут быстро видоизмениться для того, чтобы добавить какие-то инновации, как это можем сделать мы, поскольку мы относительно еще молодой игрок. Не будет ли вот сложности, вот у меня все время к вопросам, когда вот так, ну, как бы стремительно масштабируешься, удержать, скажем так, рынок тут, тот, который вы уже завоевали? Ну, конечно, это нелегко, но тут вступает факт того, что мы должны себя постоянно усиливать крутыми людьми, Rocket People, которые наказывают эти важные блоки. Класс, спасибо, спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok